Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это так просто, обмануя себя, убегаю. Я, я, я. Ну, вы сказали, что Владимир Беляев обещал на этот альтернативный концерт для диких обезьян. Я очень надеюсь, что сейчас именно этим он и занимается. Собирается диких обезьян для концертов. А на каком музыкальном инструменте он играет? Нервы. Тогда сочувствуем этому обезьяну. Я про Владимира просто скажу. Это просто человек, который... Попробуй. На перкуссию можешь? Могу. А на гитаре? Могу. А на трампоне? Да легко. Другое дело, что дай ему в руке этот трампон. И что это за это? Да это тарел. Кстати, с трафоном надо попробовать, Владимир. Сучить эту штуку. А кто пишет песни, тексты песен? Тексты песен пишут все шесть авторов, трое из которых здесь на сцене, а трое из которых раскиданы сейчас практически по всему миру. Всему миру? Ну да. А музыку? Тоже пишут все шесть? Музку пишут шесть человек авторов, трое из которых сейчас просто отсутствуют. Что ты творишь? Ну как, это получается коллективное творчество или каждый пишет что-то свое и просто приносит друг? А я вот просто отлил и прямо ждал такой, кто слушает пуча? Дело в том, что мы отвечали сегодня на вопросы телеканала Столица. И вот тут прозвучал такой вопрос. У группы КДД есть бизнес, которые писались коллективно, прямо садились и писались в каждой по строчке. Так же и приносили уже готовые вещи, которые потом обретали свою жизнь в рамках этого коллектива. Мы еще раз хотим, наверное, для телезрителей сказать, что проект КДД в следующий момент не является коммерческим, что в каком-то смысле дает нам определенную свободу на сцене. Вот сегодня мы собираемся втроем на сцене в акустическом варианте с одной-двумя гитарами и ступочкой, на которой сидит, между прочим, чиновник Российской Федерации. На минуточку! Тебя засветили все. И при этом, как мне кажется, никто очень сильно не обламывается, что у нас тут не Вэмбли и не миллион людей. Ну и там не звук, и не Стив Вэй. Закончи ответом на вопрос, который я вам сказал. Мысль закончить. Сумбур. Кто пишет чьи песни? Значит, смотри сюда. Давай, по существу, время не резина. Сейчас следующая группа. Музык, тексты, а также целиком песни в группе КДД пишут все участники, трое из которых сейчас отсутствуют. Ура! Ура! Точно! А вот эта молодежка и некоторые песни писались коллективно по строчке. А не мог бы писать там есть такая игра? Один пишет на бумажную строчку, закрывает, вернет второму. Милая моя, я вам скажу, что так были написаны большинство песен. Мы споем одну такую. Давайте прямо сейчас и споем одну такую песню. И тогда мы слушаем песню. Мы будем молчим, что еще было прибавлено к этому, но вы, наверное, догадаетесь. И еще эта песня. ПЕСНЯ 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 Какие нелюбопутные люди сегодня здесь собрались. Девушка, представьте для начала. Ты же знаешь меня. Екатерина Бурезя, давайте поаплодируем, она самая смелая готова. Давай, пошли. Карий в глазах. Итак, вопрос спросил так. Будут ли карий в глазах? Ответ. Нет. Нет. А, давайте ответим с хитрецой, что группа КТТ как правило делает. Ну, знаете, ну, может быть и будет. Ну так, пойдет, Катюш, к воруму нет. Есть еще вопросы? О, мне уже страшно. Ты знаешь, что может приготовить, а ты девушка? Нет, это не девушка. Это не девушка. Да не девушка. Алексей, можно я вас представлю, почему я так несколько напугу? Да я сам представлюсь, может? Может, что решетчик? Ну, представься, я вам добавлю, да? Хорошо. Меня зовут Алексей Безвердный, привет. Всем, кто меня не знает. Привет, друзья! Привет, всем, кто меня знает. Леш, я просто представлю Лешу. Почему страшно? Так сказать, еще в ожидании его вопроса. Потому что... Это понятно. Что, по Спартаку уже страшно, да? Но, при этом, при всем, я когда побывал в гостях у Алексея Безвердного дома, я увидел там полное собрание сочинений группы ХЗ. Представляете? Полное собрание сочинений. Я думаю, все понимают, о какой группе идет речь. Прошу, Алексей, ваши вопросы. Вопрос такой, вот, после концерта, когда вы отыграли, там, делитесь впечатлением, бывают у вас такие разговоры между собой? То есть, вот, один Сергей, например, говорит другому Сергею, слушай, мы играли там какую-то песню, ну, берег, условно, да? А там вот в портре была такая реальная блондинка, но это вообще. То есть, вот, подобного рода разговоры выбираешь. Поскольку ты сейчас человек женат, у тебя у вас пыль, спасибо. Я скажу, что на таре нашего коллектива мы гораздо в меньшей степени обсуждали музыку, если честно. Во время концерта, гораздо меньше обсуждали. Конечно же, мы обсуждали противоположный пол. Я думаю, что как раз тот самый момент, мы много шутили по этому поводу, но тот самый момент, когда еще и телезрители к нам подключились, когда нас смотрят Бразилия, Канада. И это самое время честно ответить раз навсегда. Друзья мои, к сожалению, может быть, особенно в Канаде, мне Павел рассказывал, какие там есть резервации таких людей, к сожалению, легче счастья, в группе КТД, все натуралы, вот так, все. И, как сказать, история подтверждает этот факт. Любишь? Да, друзья, и уважаемые зрители, мы продолжаем следующая письма. Уже заслужено. Я стою и жду цвета и таю, Ту, что мне назначила свидание. Ты всплываешь, я всплываю. В 25-е все последние часы, Я с тоскою грешу на эвисории часы, Ты опаздываешь снова, я знаю, не случайно, Ты придешь, и я оттанью молчание. Это все, наверное, потому, что я тебя люблю, Таня. Ну зачем ты держишь меня на расстоянии? Прочь, ладно, ничего, ты опаздываешь опять. Я согласен хоть неделю твои игры поиграть, Но потом давай ты мне тройешь тайну, Будем вместе или нет. Да-да-да-да-да-да-да-даня. Шуа-шуа, шуа-шуа Шуа-шуа, шуа-шуа И опять стою и жду светану, даю В том же месте, где в тот раз прошло свидание И на значенное время ты приходишь, я ловлю А аромат твоих любовь, ты не жертю, я люблю В простудческой части обракинуться с тема Я уверен, это пищи сон, это тьма Шуа-шуа, шуа-шуа Шуа-шуа, шуа-шуа А в чате нам всем, кто в зале и на сцене привет передается Павел Котов И так же у нас есть еще один вопрос На этом вопрос в чате Вопрос музыкантов Какая из песен, написанная вами из репертуара группы ПТД Любима вами более всего? Вопрос как и в чате? Имеется ввиду, конечно же, не коллективные мнения Спасибо за вопрос А можно, кстати, кто написал? Девочку, мальчик? Ребенок? Вари Кто? Сейчас, отвечай, я потом... Хорошо, хорошо Отвечает Павел Максимов Начнем с себя, Павел Обычно, отвечая на этот вопрос Нам такие же вопросы задавали Каждый пытается снять с себя такую ответственность И называет другого автора, не себя, конечно же Мне нравятся песни Сергея больше всего Но в этом нет лукавства никакого К своим песням всегда есть такое ревностное отношение И поэтому я отвечу, что мне очень нравится песня «Меланхолия» Написанная Сергеем Анатольевичем Бариновым Хороший путь Он и есть, но нужно просто приподнять Такая штука внизу, ее надо приподнять Мало опыта при поднимании всяких штук Не масса Сергея Прошу вас, Сергей А мне нравится, например, песня Мне нравится, а, Сергей, нравится Павел Максим Таким образом, ребята обменялись комплиментами Я никому ничего не должен Могу сказать, назвать свою песню Ну, на самом деле, не то, что как мне странно Но это, опять же, не такой не респект в сторону Канады Ради респекта в сторону Канады Но песня «Водяные знаки» как бы трогала лет пять назад Так и трогает меня почему-то больше всего Это неизложная сторона, правда, очень хорошая речь Подвини на вопрос Да, конечно Вопрос был от Полосатой Полосатая Полосатая Она пишет «Живот» Полосатая Полосатая У нас есть вопрос, встали Здравствуйте, меня зовут Андрей Я, на самом деле, читаю вопрос сейчас из чата Поэтому Сергей, вопрос не от меня Вопрос адресуется Сергею Баринову Сергей, вы такой симпатичный молодой человек Сидите на очень интересной тупочке Так вот, сзади важная парапана Почему вы на них не играете? К слову Вопросы к тебе Вопросы к тебе Понимаешь, ухажешься, но ответь Не предусмотрено на сегодняшний парапан Не предусмотрено Не предусмотрено Не проиграем парапан Друзья, здесь надо оговориться просто, что группа ПТТ Выкручивается всегда в ситуации, когда Физ Да Да Пригласите нас в рабочую группу И эту Но есть человек, который может поиграть на тумбе Есть Причем И это Сергей Барина, друзья Все, он, мне кажется, много золотом прикал Лилия Ну, я смотрю, вы просто поменялись ролями Теперь Паша будет на перкусе А Сережа на гитаре Я должен чем-то пригрызся Не могу сидеть просто без всего Друзья мои, я просто поясню историю Которую, кто Посетительный сайта www.k-dd.ru Это для телезричек Так вот, кто в курсе ситуации Буквально за две недели до концерта У Павла Не фурычили Павла, Максима Не фурычили Два пальца левой руки И не фурычат Покажи эти пальцы Привили Вот они вот Еле сейчас шевелились Но, тем не менее, я думаю, что Павел Служил аплодисментов В плане того Вы можете залезать? Спасибо Ну и, наверное, следующая песня Лирическая Кстати, как ни странно Несмотря на наш достаточно веселый Нравцово в коллективе Мы при этом написали гораздо больше Лирических композиций, чем веселых Вот такой вот парадокс А следующую песню Знаете, друзья мои В прошлом году Я, например, жребился И я так счастлив Ну, хотел бы, чтобы эта песня Позвучала в честь моей супруги Екатерины В футболе Мой друг красиво в платье Мой ангел без крыла нашёл своё занятие спасаться от тепла. Не просыпались рядом, не падались луны, но всё-таки дожили до весны. Я люблю этот мир только с тобой. Я люблю этот мир только с тобой. Не думай о расплате, живи, дари, дыши. Душа не крепит хватит и смокнул и тушил. А я останусь рядом, мне дорог этот круг. В душе прикосновение в тёплый круг. Я люблю тёплый круг. Я люблю этот мир только с тобой. 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 А я думаю, что мы опять одни муравяли. Лиа. А у нас в зале есть вопросы? Здесь матросы. Вопросов ни у кого нет. А можно вопросы? Здравствуйте, Джинька. Здесь Джинька отвечает. Я хотела спросить, а когда будет следующий диск с записями группы Дуды? Охо-хо, а девчонка-то непроста. Друзья, хороший вопрос, кстати говоря. Ну, что-то сказать, мы как-то вот так вот его не планировали выпускать там в ближайшие пару недель, это точно. А учитывая то, что на заре группы у нас была куча планов, а также куча непланов. Мои как воскрешали, так и хоронили группу. Наконец, все успокоились и просто собираемся тогда, когда есть в этом потребность у каждого. Я совершенно не исключаю, например, что мы выпустим какой-нибудь диск с новыми песнями, потому что они все равно пишутся. Но в ближайшие две недели, Анжелико, на прилавках музыкальных магазинах вы не увидите новый диск. Так же, как, собственно говоря, и все старые. А про первый диск, вышедший, расскажешь? Первый диск, вышедший под грифом «ГДД», это был концертный альбом «Концерт Вали». 2001 год, такой оранжевый диск с дизайном Павла Бекотова. Привет, Канаде опять! Но продукт заключается в том, опять-таки, что, например, у меня родного диска какого нету. Это действительно сейчас раритет. Был он выпущен нами же, нашими же усилиями, в количестве, по-моему, около 300 штук. И с тех пор оригинал найти очень сложно. Я думаю, что после того, как мы выпустим полноценный альбом, цена вот этого первого будет, конечно, высока. Какой-то симпатичный юноша. Здравствуйте. Добрый. Добрый день. Дело в том, что у меня вопросов нет, но есть вопрос у моего хорошего приятеля. Он сидит рядом, его зовут Антон. Вот я просто передаю, мой микрофон... Ловкач какой! Антон, прошу, пожалуйста, приветствуем, Антон! Привет, Антон! Привет, Антон! Добрый вечер! Ну вот, короче, там. Вы что-нибудь из чая тут знаете? Ответ! Знаем! Ответ! Нет! Все четко, Антон! Друзья мои, я понимаю, что вопрос хороший, Антон подставил, у него уже собственный друг, но тем не менее, все прекрасно понимают, что это авторский концерт, мы сами любим. Ну, потому что не только то, чтобы популярные мелодии исполнять. С удовольствием, было бы у нас время, но мы проспели вообще все, что знаем, наверное. Ну, ограниченная рамка, поэтому мы сегодня поем в песне группы КТД. Спасибо за вопрос. И следующая песня, друзья мои. И следующий вопрос, Эль Сергей, не оставляйтесь, не надо. Он как выскочка в углу зала, прошу вас. Я думаю, многих, многих интересует этот вопрос, Эльгей, а сейчас связано, что у вас щеки фпали. Перепразируем. Почему так схлупнул Сергей? Друзья мои, я прошу обратить внимание на щеки Павла Максимова. Все там. Но ты не ответил на вопрос. Ответил, кстати. Ты смотря на меня схлупнул. Друзья мои, вы знаете, всегда приятно, вот мне даже самому очень часто приятно наблюдать за тем, как трансформируются люди в группе КТД. То они худеют, то они толстели. Из-за этого всегда интересно наблюдать, ну, такой жизненный период, когда, например, мне захотелось быть полегче. Ну, может быть, я мечу в ледкоатле. Поэтому, как так сложилось, Павел, наоборот, захотел штанги, понимаете? Поэтому трансформация панциологичной где-то прибывает, где-то прибывает. А каменные ягодички Сергея Баринова остаются каменные ягодички Сергея Баринова. Канштанта. И сейчас прозвучит любимая песня Сергея. И сейчас прозвучит любимая песня Сергея. И сейчас прозвучит любимая песня Сергея Баринова. Музыка, все дела, буги-буги. Я так давно хотел сказать, что если хочешь сенью ритмом, Монариса, я готов быть завтра или после завтинца. Барабаню я, по двери, поедем. Только ничего не происходит, может, нет никого. Барабаню я, по двери, поедем. Барабаню я, по двери, по двери, по двери, по двери, по двери. Да-да-да, до зари, я по двери, проточу. Чуть-чуть-чуть-чуть вперед. Уже соседи пидый час. Мне печатка, чай, стучай, мозги включай. Гони ее, так, что печаль не замучит нас. Был огонь, а теперь пепел злеет. Ничего ты еще пожалеешь. О том, что кинуло меня, Да кто послушай, сенью ритмом. Монариса, я шучу, не в рукой, Позвучу лучше твоя. Барабаню я, по двери, по двери, по двери, по двери, по двери. Барабаню я, по двери, по двери, по двери. Барабаню я, по двери, по двери, по двери, по двери, по двери. По двери, по двери. Топ-дейсер «Чайковский», где собираются все люди, которые любят адекватно отдыхать, Не только пить, как многие люди, Но и петь, но и играть. В общем, мы всех приглашаем. Опять-таки отправляем к первоизнету на 3w. Катеродд.ру. Так вот, все возможно, безусловно, А если как минимум два участника коллектива КДД поедут в Добро поездку в Чайковский, мини-концерт будет синим применом. И также просьба и вопрос от мамонтенка. Очень хочется, чтобы группа КДД порадовала молодых родителей, написав супер колыбельную для юных КДД-шников. По-моему, пара песен про детишек у нас есть. А уже у Паши есть песня колыбельная. В Монреале. Мамонтенок в Монреале. Прямая трансляция. Песня из Монреала начинается по другому каналу. Следующий вопрос. Вопрос музыкантов. Если бы вам предложили купить все песни группы КДД за, например, 1 миллион долларов и запретили при этом их исполнять завсегда, вы бы согласились? Павел Максимов бы точно согласился. Павел Козов обещает быть в Москве. Или мы с нами, ей не нужен ответ на вопрос. 10 по 13 июня. Ура! Ура! Да, мы слушаем дальше ответ на вопрос. Вопрос по поводу, я так понял, продажи миллиона долларов. Доллар? Доллар? Один миллион долларов. Доллар. Доллар. Вы знаете, друзья, я понимаю, почему этот вопрос сложен для Сергея, потому что он как чиновник, да, который, так сказать, должен смотреть все аспекты, получает деньги из воздуха фактически, да, невозможно переходить на такие материальные вещи, грубо говоря. А, вот так, то есть бюджета крадет. Нет болисти, нет болисти. Так, тут у нас очень активно Паша Котов участвует в беседе. Паш, он обещает записать новые песни и прислать их тебе. Хорошо. Так, я думаю, что мы уже очень долго разговариваем, наверное, послушаем следующую песню. Да. Друзья мои, мы вспоминаем братьев Беляева, которых сейчас нет с нами, грустно звучит. Мы их сейчас не знаем. По разным причинам их нет с нами, но при этом при всем написали, ребята, потрясающую совершенно вещь, которую мы с Павликом совершенно разбихывая их логоточками, убрав их как микрофоном, решили, что мы споем эту песню вдвоем. До сих пор не поем. От места до места. До сих пор не поем. 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 Лишь дальнего юга Укроют одежды От стужей вьюги Одно лишь такое Все это закроешь Любить тебя летом Ты все еще можешь Но в осени чувства Твои непогожи На осени Не седлуй Останься со мною Омой незаметной Весеньей мечтою Оставим соблазни Мы летнем узною Когда небо плакал Водно дождь стекла намоет Моя зуба Весенье 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 От места до места Ну разве признаешь Зимой замерзая И сновь всегда таешь Всегда дожидаться Я лето Весенье 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 И лето уходит, видом расставанья, Нас скука забронит. Мы где-то встречаться с тобою весною, Жить мы, наверное, любовью одною. С тобой будем жить, а зимою не мою, Жить не смогу без тебя, останься со мной. С тобой будем жить, а зимою не мою, Жить не смогу без тебя, останься со мной. Пчелка передает огромное спасибо за эту песню. Мы передаем огромный привет Пчелке. А у нас в зале, кстати, есть вопросы? Есть, есть. Где, где, у кого А? Как вас зовут, молодой человек? Меня зовут Андрей, по-прежнему. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Павел. Безусловно, вы очень интересные, молодцы, люди. В связи с этим, хотелось бы узнать о ваших... Сколько вам лет, интересно? Павел? Тридцать. Тридцать, Сергей. Вот передай Сергею, он скажет, ребята. Понимаете, да, чиновники, они скрывают свою ложь. Чиновникам не скромно задавать этот вопрос, да? Ну, парни, в общем, вам за тридцать, да, все? Вот интересно, поделитесь, пожалуйста, с нами, вот каждый из вас, за своих трех основных достижениях за четыридцать лет. Это очень интересно. Спасибо за вопрос, Андрей, прекрасный, прекрасный. Я узнаю, например, множество достижений, вот как... Знаете, вот мы так созваниваемся друг с другом и начинаем ответить, что у тебя нового, да? Там, например, Павел говорит, я написал новую песню. Я там говорю, я там какое-то творческое еще где-то видео сделал. Сергей всегда говорит, там, такие вещи, например. Вы знаете, я разорил еще четыре крупные компании, порядка пяти олигархов и банкротил. После чего пациент заметил, что группа КГД дает концерты исключительно в подвал. Это от слайперов, друзья! Ладно, Сергей, бегусь, пожалуйста, прострилишь же! Поздравьте от достижений, Паша. Ой, я ж не знаю. Сколько всего? Ну, скажи, ну, во-первых, я втюхал песню Диме Билана. Я не могу назвать это большим достижением. Я думаю, что главным достижением это то, что я выбрал для себя направление музыкального, в котором двигаюсь дальше. Безусловно, это скилыша. Я пишу песни, и меня это вдохновляет. Я свыкся с этой мыслью, и для меня это одно из главных достижений. Спасибо. Ответил? Да, спасибо. Сергей, у тебя... Я считаю, что наше большое достижение это то, что мы встретились с ребятами. В обществе 50 лет, 10 лет настоящего фэка. Мы вместе. И я никогда не смогу это выигрывать из сердца. Я надеюсь, они должны. Это помогает в жизни? Ну, это помогает в жизни отвлечься, всегда охудиться в атмосферу. Хороших половинных эмоций. Я попрошу прощения, добавлю. Друзья. Андрюш, главное достижение человека за период 30 лет, мне кажется, за этот достаточно большой период жизни, кто с тобой рядом остался. Одним из главных достижений в жизни это приобрести хороших, верных друзей, от которых ты смотришь, знаешь, чего ожидать. Ты можешь на них положиться, они в трудную минуту тебя не покинут. Пусть это такие, может быть, банальные слова, но это так. В лице ребят я имею друзей, но сейчас достаточно с большим стажем уже, и это одно из главных достижений в моей жизни. Друзья, а я, наверное, скажу, что, конечно, можно перечислять массы достижений, начиная от опытовых друзей, которые, я считаю, уникальное действие. Не каждому в жизни случается, так сказать, прикоснуться к чему-то, я на тебя показываю, к чему-то такому удивительному, интереснейшему совершенно. Встречи с ребятами, задания семьи, можно много всего перечислять, но, мне кажется, самое главное достижение каждого человека, это, наверное, прийти к определенному возрасту, например, когда тебе за 30, и быть, в принципе, счастливым человеком, потому что это базируется хотя бы на том, что ты простраиваешь свою жизнь так, что ты спишь спокойно, и тебе не ценно за прошлые дни, наверное, спишь спокойно. Спишь спокойно. Так, ну тут у нас пока еще зрители не спят, так что давайте следующую песню. Сейчас мы их усыпили. А что там, надо пару слов сказать. Дело в том, что понятно, что этот концерт не простраивался именно в какой-то динамичной структуре, понимая интересы людей, интересы аудитории. Мы выбрали песни, которые были как бы в тот период нашего такого активного творчества. Понятно, что получается, что они в максимальном своем количестве среднетемповые, вы сейчас простите, но вот это так. Я надеюсь, что вас не усыпили, но вы все это до конца послушаете. Теперь Марион поет. Марион поет. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok